Приветствую всех зрителей моего канала, всех подписчиков, особенно начинающих радиолюбителей, поскольку я открываю новый цикл видеороликов, новую серию, где мы рассмотрим с вами конструкции, которые, думаю, будут полезны для домашней лаборатории, для начинающего радиолюбителя. Сделаем мы с вами всевозможные пробники для теста всевозможных радиокомпонентов, транзисторов, стабилитронов, стабилизаторов линейных и так далее. Плюс к этому дадим старым вещам новую жизнь, или, скажем, по-иному будем переделывать полезные вещи, которые на данный момент неактуальны или неудобны. Чтобы было более понятно, я сейчас покажу, что мы будем делать. Вот это у нас аккумуляторный паяльник, который приобрел у бывшего своего клиента, одновременно подписчика. Он на 8 ватт, автономный паяльник, питается от трех батареек 1,5 вольт. Что в нем неудобно мне крайне, и почему я решил переделать. Во-первых, вот он питается от таких батареек 1,5 вольт, и каждый раз, конечно же, покупать такие батарейки крайне невыгодно. Второе. Для того, чтобы сделать этот паяльник повседневным, нам нужно его сделать как бы удобным и энергонезависимым. Он неудобен тем, что вот мы, радиолюбители, привыкли к круглой форме паяльника, и держать такой длинный паяльник, громоздкий, довольно неудобно, по крайней мере для меня. Он не очень громоздкий, но форма неудобная, в общем. Третье неудобство. Это кнопочка. Она без фиксации, поэтому приходится держать в нажатом состоянии, чтобы паяльник нагрелся. И дешевые китайские контакты тут. По сути, это не кнопка, а две вот контакты, которые стыкуются с железяки. И можно без проблем, скажем, во время пайки быть невнимательным, и светодиод потухнет. То есть, нужно нажать на кнопку как можно пожестче, так сказать. Так. И можно использовать, конечно же, в качестве батареек перезаряжаемые аккумуляторы. Но практика показывает, что никель-металл-гидридные, скажем, батарейки тоже выдыхаются быстро. Я даже 3000 мА емкость ставил. Тут где-то 7 минут, 5 минут, может быть, работы. Не более. Ну, потом я снял вот жало. Оно снимается. Сейчас покажу, как. Тут расположен нагреватель. Он, не знаю, если честно, керамический или проволочный. Этого не могу сказать. Но нагревается довольно быстро. Там 5-7 секунд до полного нагрева. Поставил литий-ионовый аккумулятор банку от ноутбука и удивился то, что довольно долго все это дело работало. И поэтому я решил именно использовать такой аккумулятор. Вот, к примеру, этот. Удобен тем, что он круглый, малогабаритный и обладает довольно большой емкостью. Можно найти на разную емкость. Вот, к примеру, этот аккумулятор у меня на 3600 мАч. Но это китайское дерьмо. Поэтому реальная емкость тут не более 1200 мАч, я думаю. Можно использовать такой стандарт. 1400 мАч заявленный. Он более компактный. Но одновременно очень коротенький. Остается большое место. То есть, можно за счет вот этого пространства использовать большой аккумулятор. Так, фокус, фокус. Иди. Хорошо, фокус. Так. Есть взамен у меня вот такие батареечки. И проверенные уже где-то на протяжении нескольких месяцев. Их емкость соответствует реальной. То есть, тут емкость всего 2000 мАч, но батарейки держатся очень долго. Поэтому именно вот эту будем использовать. Если есть банки от старых ноутбуков, то есть, именно от ноутбуков, поскольку там применяются, как право, аккумуляторы довольно хорошие, довольно большой емкостью, то использовать именно их. Что мы сделаем в ходе данной беседы? Мы просто отрежем вот это, все лишнее уберем. Поставим жало, держатель. И создадим своеобразный корпус. Из чего он будет состоять, я пока не решил. И буду думать в этом направлении в ходе именно данного видеоролика. Поставим аккумулятор, поставим выключатель, поскольку вот кнопочка неудобна. Нужно использовать именно фиксированный выключатель. В ходе всего этого я сделаю некоторые замеры. То есть, в частности, какое потребление с этого аккумулятора будет в случае нагревателя. Сколько он будет потреблять, чтобы подобрать нужный выключатель. Ну и, думаю, все будет понятно. Сейчас я уже буду все это резать с помощью бормашинки и двинем дальше. Все-таки показать вам, что внутри находится. Ну, внутри тут, в общем случае, ничего. Тут у нас держатель, на который вкручивается жало. Пружинки для, ну, в качестве контактов батареек. И вот такие железяки в качестве кнопки. Я подозреваю, что ток тут примерно довольно большим должен быть. Иначе бы китайцы поставили какую-то маломощную фигневку. Хотя, все это дело очень дешевое. Может, просто поленились использовать какую-то нормальную кнопочку. Жало, кстати, вернее, корпус можно и не резать, а ставить. Ну, светодиод, думаю, мне пригодится еще. Он с ограничительным резистором. Это все отложим в сторону. Передумал вот по ходу резать корпус, поскольку можно использовать какой-то другой корпус. Более удобный для наших нужд. Ну, вот, собственно, смотрите, контакты тут практически уже оторваны или нет. Так, ну, ладно. Тут у нас имеется контакт по центру. Это плюс-минус, неважно, впрочем, тут нет полярности. Хотя для светодиода полярность, конечно же, имеется. Вот центральный и корпус, это у нас минус. Так, давайте начнем думать насчет корпуса. Какой же корпус использовать, чтобы влезла батарейка и одновременно удобно держалась в руке. Во второй части данного видеоролика возникли некоторые проблемы. Связаны они не с конструкцией, а со мной. Просто с губой некоторые проблемы, поэтому говорить буду не очень понятно, думаю. Так что, надеюсь, простите. Так, вообще затрудняюсь, да, с произношением, поскольку... Ну, ладно, о проблемах потом. Так, что было сделано? Я решил все-таки использовать от этого вот корпуса переднюю часть. Это держатель для основания жала. И просто с помощью бормашинки отрезал. Довольно удобная стойка. И можно совместить с любым практически корпусом. Из двух половинок она. Дальше, поскольку у нас масса идет... То есть, второй, как бы, кончик нагревателя через массу идет, то тут немножечко залудил. То есть, нанес некоторый слой припоя. Довольно просто это сделать с помощью паяльного жира или паяльной кислоты. Те, кто скажет сейчас, это нагревательный элемент, будет он нагреваться, припой у тебя расплавится. На самом деле, ничего такого не случится. Смотрите, заводской вот контакт тоже сделан с помощью обычной пайки. И к тому же, тут не очень высокие температуры, поскольку нагревательный элемент непосредственно находится в передней части нашего жала. Так, что дальше? А дальше я решил отказаться от корпуса для самого аккумулятора. То есть, аккумулятор у нас будет сам вроде корпуса, да, в роли корпуса. Почему? Поскольку вот подыскал несколько труб, которые бы отлично подошли. Но они довольно большие по диаметру. Аккумулятор тут еле влезает, но неудобно крайне держать. Можно использовать вот такой баллончик из-под припоя. Использовать трубу пластиковую подходящего диаметра. Но все это неудобно. Поэтому на что сейчас будет? Сейчас у нас в передней части будет, собственно, располагаться жало паяльника. Вот примерно так. Дальше у нас будет некоторый корпус, где у нас будет установлен выключатель. Дальше у нас в роли корпуса пойдет аккумулятор. И в конце у нас тоже будет некоторая часть корпуса, в котором будет располагаться разъем для зарядки. То есть я решил использовать разъем под штатный USB. Затем мы сделаем небольшую примочку в виде контроллера заряда для литиевых банок. И это будет удобно тем, что мы можем напрямую от USB порта компьютера зарядить наш паяльник. Так, забыл уже, что хотел сказать. Ну, собственно, этим разобрались, как, что будет строиться. И еще насчет соединительных контактов. Вот с этой частью, которая к жале находится лицом аккумулятора. Этот контакт удобен тем, что можно без проблем проводком соединить через выключатель, подключить к нагревательному элементу. А вот тот контакт, который будет с обратной стороны, с противоположной стороны, должен, конечно же, идти в переднюю часть. С помощью проводков можно соединить, но это получится у нас некрасиво. Поэтому будем использовать вот такие соединительные контакты медные, которые можете найти в аккумуляторах ноутбука. Это контроллер заряда целиком. Очень хорошая оплата. Жаль, что применить нигде не могу. Так, ну вот эти провода для наших дел в самый раз. Они имеют довольно большую площадь, то есть с током никаких проблем не возникнут. И на вид будут очень красивыми. Очень удобно для наших целей. Вот так примерно. Сейчас я все это дело, думаю, соберу в кучу. И дальше будем уже тестировать паяльник. Многие наверняка сейчас хотят увидеть, что в итоге получилось. И вот такой компактный малыш получился. Ну, домашний колхоз, понятное дело, поскольку ничего под рукой нормального не нашлось. Хотя паяльник смотрится довольно хорошо. Если замаскировать, скажем, все эти сопли, то можно обшить карбоном. К примеру, я очень люблю использовать его в своих самодельных конструкциях. Замаскировать все. И чем хуже заводского паяльника, даже лучше, намного лучше тем, что вот размеры у него. Вот сравниваем с вот этим паяльником. Видим, да. Ну, насчет именно удобств. Удобно очень им паять. Давайте поясню в двух словах. И еще хочу сказать, что спустя вот 2-3 дня после публикации данного видеоматериала на сайте vipschema.org я сделаю полный фотообзор. То, что осталось за кадром. Может быть, многие будут интересоваться проектом. Я думаю, что найдутся такие люди, поскольку реально удобная вещь получилась. То есть, даже для меня, который вечно чем-то недоволен, это я себе, конечно. Так. Ну, поскольку аккумулятор у нас можно будет заряжать напрямую, ну, не снимая его с помощью USB порта, да, встроенного, то я сделал все это, решил все это дело как-то зафиксировать с помощью какого-то материала. Клеевой материал не стал использовать. Подумал, что лучше скотча, нет ничего. Насчет времени работы, автономной работы, ничего сказать не могу. Ток не замерял, увы, поскольку собирал все в спешке. То есть, точно, даже ориентировочно не могу сказать, насколько хватит аккумулятора. Но, опять же, думаю, 2-3 дня хватит, чтобы полностью протестировать его и выложить все вместе с фотоархивом, парочку строк написать о самом паяльнике на сайте vipschema.org. Статья будет в описании видеоролика. Так, светодиод. Я решил от светодиода отказаться насовсем, но потом подумал, что дополнительная индикация не помешает. Ну, просто светодиод, как бы, неудобно было расположить, вывести, точнее, да, светящуюся, простите, часть наружу. Поэтому я его просто закрыл внутри, но он светится, видим, да, при включении. Так, ну, 2 аналогичных куска, почти аналогичных куска. Трубки пластиковые от припоя. Самого дешевого, китайского. Вот так выглядела эта трубка до того, как я его порезал, нарезал, надрезал и потестировал где-то паяльник, ну, 3-5 минут. Аккумулятор не нагревался за это время, это очень радует. Насчет зарядки, ну, думаю, распиновка USB портов можете найти в интернете. У нас идет на передний контакт, на плюсовой, с помощью проводка МГТФ. Он очень тонкий, не мешает. Ну, поскольку это зарядный провод, тут больших токов не образуется, этого вполне хватит. И основная шина, хотя вот эта шина даже с десятикратным, наверное, запасом. Так, ну, давайте попробуем паять им что-нибудь. Для начала я расплавлю просто обычный припой. Дальше уже, ну, нагревается жало где-то за 7 секунд, это точно могу сказать. Так, акун, как уже сказал, не нагревается за это время. Ну, вот видите, уже горячее жало, и можно плавить припой без проблем. Так, как бы сделать, чтобы скатерть не продрявить в итоге. Видели, да? Так, ну, давайте еще сейчас без комментариев под музыку будем что-то выпаивать из плат, впаивать туда компоненты. И если понравился видеоролик, прошу оценить своими лайками. Я думаю, что многим он понравится, особенно начинающим радиолюбителям. Ну, еще бонус, вот можно такую фиговинку от обычного паяльника, от паяльной станции сюда приспособить, без проблем входит. Но для меня это неудобно, хотя улучшает внешний вид паяльника, на мой взгляд. Ну, собственно, все. Насчет зарядки я отдельно парочку строк напишу, опять же, в статьях, как заряжать его, чем заряжать удобно. И принципиальную схему зарядки тоже закидаю туда. На этом, друзья, все. Не переключайтесь, поскольку мы им сейчас будем паять под музыку. Не забывайте, конечно же, подписаться на мой канал, поделиться данным видеороликом с друзьями и оставлять свои отзывы и комментарии про дальнейшие видеоролики. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok